Спасение животных – это исключительно благородное дело, за которое вам всегда будут благодарны не только сами животные, но и другие люди. Это история о собаке Майе, которую спасла девушка с большим сердцем по имени Севилья. Пять лет назад Майя жила на так называемой фабрике щенков в городе Гаяния, Бразилия, где возможности её организма использовались по полной для рождения маленьких хаски. Майя была ужасно измотана, а из-за ужасного обращения и условий она начала страдать параличом задних лап. Серьёзные проблемы со здоровьем сделали Майю бесполезной для подпольного питомника, и владельцы решили избавиться от неё. Но Севилья пришла на помощь, чтобы дать бедной собаке шанс на счастливую жизнь. В какой-то момент здоровье собаки стало настолько плохим, что владельцы решили избавиться от неё, так как она больше не могла приносить им прибыль. Севилья – защитница животных, и однажды её коллега получила жалобу, что владельцы подпольного питомника пытались избавиться от собаки, поскольку она больше не приносила им прибыль. Они хотели дать ей кресины яд, чтобы положить конец её страданиям. Когда в 2016 году Майю нашли в холодной клетке, у неё на теле были раны, и она страдала параличом задних лап. «28 августа 2016 года – дата, которую я никогда не забуду. Когда мы приехали, она лежала вся в ранах», – рассказала Севилья. Она пила собственную мочу и ела собственные фекалии, и эта сцена разбила мне сердце. Когда мы посадили Майю в машину, можно было заметить облегчение, которое она испытала, когда покинула это место. Майю парализовала после того, как её избили и связали. Ей было очень тяжело дышать. Течение 48 часов Севилья не оставляла Майю, потому как собака была крайне ослабленной, но в её глазах было сильное желание жить. После спасения Майя прошла полтора годовое лечение, которое было призвано восстановить не только её физическое здоровье, но и психическое. Поскольку Майя не могла ходить, её стали приучать к инвалидной коляске для задних лап. С тех пор она может свободно бегать, куда хочет, – сказала хозяйка. За пять лет после своего освобождения Майя преобразилась до неузнаваемости. За это можно сказать спасибо не только добрым людям, но и невероятному желанию жить, которое было у Майи. Теперь Майя в любящих руках, а глубокие раны в её душе сегодня – это просто шрамы, показывающие, что она была сильнее того, что причинила ей боль. Любите животных, они это заслужили. Пожалуйста, поделитесь этой трогательной историей со своей семьёй и друзьями, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи!